Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать об очередном растении из моего ленивого сада. Оно настолько неприхотливое и настолько долгоцветущее, что, в общем-то, рассказ об этом чуде, а вы, конечно же, все узнали, это мускайки. Мускайки можно ограничиться тремя словами – посадил и забыл. Но поскольку это луковичное, я всё-таки немножко основные правила повторю. Как и все луковичные, мускайки сажают в октябре, то есть осенью, на глубину трёх луковичек. Сильно глубоко сажать их не нужно. Они бывают самых невероятных расцветок. Вот это какие-то новенькие у меня с небесной верхушкой, а вот это просто небесные, как небо. Вот такие красавчики. Они бывают беленькими, бывают вот такие более поздние. Но всё же вот эти вот обычные, они такие пышноцветущие, вот их так много, они целую полянку образовывают. Вот и с барвинками так хорошо они смотрятся. Цветут они довольно-таки долго. И в зависимости от сорта они цветут немножко в разное время. Вот эти ещё даже только-только распускаются. Они такие дымчато-голубые, тоже интересные. Тут вот рядом с этой золотой децентрочкой они прям как какие-то грибы выглядывают. Как и все луковичные, они не терпят подкормки азотными удобрениями и, конечно, терпеть не могут, чтобы их срезали. Особенно срезали с листьями. А листья у них не всегда красивые. Весной это совершенно великолепный водопад, который дополнительным украшением служит. Они уже в марте выпускают листья. А иногда листья у них всю зиму красивые. Они всю зиму зелёные. Они их буквально могут и в декабре выпустить. Этим листьям ничего не будет. Их не нужно ни укрывать, ни как-то им помогать. Это просто вот такое украшение на склоне. То есть на склоне им самое место. Они очень оживляются, такие вот композиции, где дикие растения. Они такую перспективу какую-то создают. Сиреневая даль такая получается. Они очень хорошенькие. Беленькие они очень маленькие. Может быть разрастутся, и это будет красиво. Как такое вот растение акцент, которое свою изюминку вносят в сад. Я считаю, это очень даже интересное растение. Уход за которым сводится к двум словам. Посадил и забыл. Так что проще этого растения ничего не существует. Его нужно посадить и оставить в покое. И очень даже интересно будет понаблюдать, что же там такое из вот этих грибов получится. Вот такие у меня еще маленькие красавчики. Так что мускарики это очень неприхотливое растение. Для ленивого сада очень подходит. И вполне его украшает. Главное никак его не обременять своим уходом. Всем здоровья, всем удачи. И дальше буду рассказывать о ленивых растениях в моем ленивом саду.